Исток Волги – уникальное место в Тверской области, центр притяжения паломников и туристов. 10 июня в дорогу от него отправились паломники 24-го Волжского крестного хода. За две недели они должны преодолеть около 800 километров и завершить свой путь в Кашине. В 2023 году Волжский крестный ход проходит в рамках года чтения и изучения Священного Писания и посвящен 655-летию со дня представления и 75-летию возвращения святых мощей благоверной великой княгини Анны Кашинской. Перед началом крестного хода митрополит Амбросий совершил божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Ольгина монастыря. Затем он осветил исток Волги. Приветствие участникам направил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Я имею поручение передать всем поздравления по случаю этого праздника, для всех нас это праздник, от губернатора Тверской области Игоря Михайловича Руденя. Вы знаете, что, думаю, все согласятся, правительство Тверской области во главе с Игорем Михайловичем, человеком очень верующим, очень православным. Он действительно очень много делает для того, чтобы и оказывать поддержку Тверской митрополии и вообще Русской Православной Церкви, и, безусловно, поддерживать те инициативы, которые есть у православных организаций в деле возрождения того правильного русского духа, который приводил нас всегда ко всем победам. Уже в 24-й раз в современной истории Волжский Крестный Ход собирает тысячи православных людей, объединенных общей историей, верой и нравственными ценностями. По традиции Крестный Ход начинается с освящения истока Великой Русской реки. Это значит, что освященной становится вся вода, протекающая по многим регионам нашей страны, объединяя нас, говорится в приветстве от Игоря Руденя. По освященной веками традиции за исток Волги принят родник, берущий свое начало у деревни Волга Верховья Осташковского района Тверской области. На протяжении тысячи лет исток Волги – место паломничества верующих. Я желаю всем нам прибегать чаще к примерам наших небесных покровителей, покровителей, которых у Тверской земли очень много. И самыми яркими звездами на небосклоне, находящейся над нашей землей, сияют именно святая Анна и ее муж, святой благоверный великий князь Михаил. Маршрут крестного хода будет проходить по 11 муниципалитетам Верхневолжья, а также по территории Московской области. За 16 дней Волжский крестный ход посетит деревню Сосницу, Осташковского округа, Нилостолобенскую пустынь, Пена, Сележарва, Ржев, Зубцов, Старицу, Тверь, Конакова, Дубну, Кимры и Калязин. Завершится крестный ход в городе Кашине 25 июня, где в эти дни будут проходить торжества, посвященные благоверной княгине и инокине Анне Кашинской.